Все, поехали. В общем, в основном брифинг для новичков. Мы иногда проводим такие брифинги и записываем их для тех, кто не смог присоединиться и у кого-либо ночь будут потом смотреть запись. Сейчас я подключу все свои почты. Как только вы получили статус благотворитель, то есть оказали финансовую помощь, вы получаете свою реферальную ссылку. Ссылка находится у нас в разделе рекламные материалы. Сейчас я включу экран и микрофончики отключите, а когда будете говорить или что-то спрашивать, микрофончики включайте. Я буду показывать экраны и скажите, видно мой экран? Татьяна тоже присоединилась. Хорошо. Видно мой экран? Видно. Вам нужно будет создать ссылку для приглашения. Это бесплатно на один год. Вот реферальная у вас, она всегда есть, но реферальная длинная, некрасивая, и поэтому администрация имеет такую возможность предоставить вам еще уникальную ссылку бесплатно. Я рекомендую иметь несколько ссылок. У меня их четыре. Первая реферальная, две уникальные и одна ссылка на лендинг. И я их могу отслеживать в разделе статистика. Например, эту ссылку я использую, ну, к примеру, в Фейсбуке. Нижнюю ссылку я использую в ВКонтакте. Эту я использую там еще где-то на каком-то боксе. И в разделе статистика потом я знаю, ну, сейчас еще покажу, что можно отслеживать в регистрации. Может, кто-то не знает. А как скопировать? Вот просто нажимаете вот сюда, скопировать ссылку, и все. Вот эти ссылки в Ютубе проходят с HTTP и два слэша, и двоеточие. То есть HTTP надо вот сюда вперед подставлять. Через год они стоят 5 долларов. Чтобы создать еще одну уникальную ссылку, то есть одна вам дается в подарок на год, остальные вы создаете платно. Нажимаете «Создать». Когда вот вы на ВИТОК пришли, вам надо создать уникальную ссылку. Нажимаете «Создать уникальную ссылочку». Здесь вводите на английском языке какое-нибудь слово, которое связано с доходом, с благотворительностью, либо всем миром, либо что-то еще. И проверяете доступность. Здесь, если вам напишут либо свободно, либо занято. Если занято, то ставьте единичку, двоечку, троечку. Я это правило так делаю. И ставите галочку и «Создать». В основном готовы бывают на следующий день. Ну, пиртус, что до 72 часов. Если у вас ссылка не работает, то есть надо ее скопировать в браузер, вставить и перейти по ней. Если она не работает, то надо написать саппорт, службу поддержки. Вот здесь «Связаться с нами». Расскажу вам про акции. Акция для новичков, либо для тех, кто оказал ежегодную финансовую помощь. Быстрый старт, двойной доход. В первый месяц учащих, если вы пригласили не менее 5 благотворителей, вы получаете 50 долларов, то есть отличных по 10 долларов. И плюс администрация удваивает ваш доход в два раза. Пригласите 7 человек, получите еще от администрации 70 долларов. 10 человек – 10 долларов. То есть 100 долларов и так далее. Бизнес-автомат, если вы приобретаете сейчас на него скидка 10 долларов, то он дает от 8 где-то до 30 партнеров, всегда по-разному, регистрации, но не финансовых помощей. Поэтому всем рекомендую отписываться. Текст я не раз бросала в чат. Если еще текст нужен, значит напишите в чате активистов, мы его продублируем. Дальше вы получаете промо-код на 5000 рублей, подарочный. Он у вас вот здесь вылезает в виде подарка. Смотрите, если вы по нему перейдете, то вы попадете под администраторов проекта. Можно микрофончики выключить? Ирина, микрофончик выключите пока. Чтобы я голос не напрягала, микрофончики выключайте, пожалуйста. Татьяна Куркова, выключите микрофончик, пожалуйста. Спасибо, я буду вас включать. И смотрите еще, чтобы вы не попали под админа. Алло. Борис, меня слышно? Да, слышно, слышно. Да, все слышно. Что там, кто-то плещется? Ребята, у кого сейчас включены микрофоны, пожалуйста, отключите, пока Ирина говорит. Наведите на экран и нажмите на микрофон. У кого звук? Татьяна Шушакова, Версникова и Инесса. Нажмите, пожалуйста, на микрофончик, чтобы я не напрягала голос. Потому что у меня после брифинга всегда голос садится. Вот, спасибо. И... Узбили меня. Дается на 5000 рублей промо-код. Это такая рекламная площадка. Вот такая. Сначала вы активируете промо-код. Для этого надо зарегистрироваться по ссылке вашего спонсора в проекте «Всем миром». Если вы, например, лично подо мной, то берите у меня ссылку. Как правило, я всегда всем своим оплаченным кидаю инструменты и материалы. И там есть эта ссылка. Чтобы потом не спрашивали, а как мне дать рекламу в серфернере, когда вы уже под администраторов попадаете. Регистрируйтесь по моей ссылке, если вы мои личные. Если, например, под Еленой стрелец, там Илья, значит, берет у Елены ссылку и так далее. Сначала вы пополняете счет, то есть нажимаете и вводите вот эти цифры промо-кода. Вот внизу здесь у меня есть промо-код. Активируете, вводите, а потом уже в течение месяца вы можете на 5000 рублей пополнять. Не сразу 5000, а 1000 рублей, еще полторы. Но в течение 30 дней, если вы на 5000 пополняете, администрация серфернер вам дает сверху еще 5000 рублей. Получает у вас 10 тысяч на рекламу. Их вывести нельзя, их можно тратить на рекламу. Вот у меня, ну я активировала промо-код, мамин кабинет активировала, ежегодную помощь оказала. И теперь даю рекламу. Вот текстовые баннеры читают у нас лучше. Вот CTR, то есть вот этот показатель должен быть не меньше 6. Если он у вас 3, 4, 2, то значит текст надо получше сделать. Такой, чтобы человеку захотелось кликнуть на ваш баннер. Ну вот примерные баннеры я вам показываю сейчас. Баннеры у нас стоят от 50 рублей за 1000 показов. Люди загружают себе вот такое вот расширение в браузер. Сейчас оно у меня выключено. И когда вы что-то делаете в браузере, расширение у этих людей вот здесь вылезает. Оно не мешает вашей работе. И кто заинтересуется вашей рекламой, придет по ней. Вот такой баннер. Вот 6, 62. То есть я его периодически запускаю. Вот здесь уже 4, 50. Вот по картинкам меньше кликают, хотя они светятся, мигают. Ну на мой взгляд, люди должны больше по ним кликать, но, как показывает практика, по текстовым кликают больше. Вот 7, 61. Сначала я расскажу, покажу, а потом уже буду слушать ваши вопросы, которые у вас накопились. Дальше по поводу методики. Вот раньше я со всеми своими личниками, то есть те, кто у меня оказывал финансовую помощь подо мной, работала в личке. У меня уходило на это по 2, по 3 часа. Вместе мы YouTube-канал оформляли, ссылки ставили, страницы в социальных сетях оформляли, альбомы создавали, фотки грузили. И на каждое у меня уходило по 2, по 3 часа. Когда команда у меня за 4 года уже набралась более 5000 человек, и самых активных мы отобрали в чат, то у меня нет столько времени, у меня семья, и поэтому я эти 3 года писала методику, которую некоторые не покупают, говорят, что я из них тяну деньги. Я просто физически не могу с каждым работать по 2, по 3 часа каждый день, и поэтому я составила уроки, записала видео, и люди смотрят и по ним обучаются. Там все разжевано. Если с первого урока непонятно, значит, ну, надо еще раз посмотреть, еще и еще раз. Пока не поймет, если уже с пятого раза просмотра непонятно, тогда уже мне звоните, и мы с вами уже разбираем, что именно непонятно. Лена Стрелец, у тебя микрофон еще не появился? Попробуй. Пытаешься? Нет? Я тогда начну рассказывать про базу знаний. Не все знают, что у нас есть библиотека, мощная библиотека, которая находится... Не работает. Демонстрацию включу. Экран видно, Борис, скажи. Да, видно все. Вот, нажимаете база знаний, и вас перебрасывает в эту библиотеку. Здесь она очень обширная, эта библиотека. Здесь очень-очень много всего. Вы изучите ее, пожалуйста. Изучите историю проекта. Что проект раньше назывался Goldline. Если вам кто-то скажет, что Goldline это совершенно другой проект, он закрылся, а теперь открыли Whole World. Нет, это тот же самый проект, просто в 2014 году решили... Ну, ввели фонд. Раньше не было фонда всем миром. Была касса взаимопомощи. Люди отправляли деньги друг другу. Потом ввели фонд. И неуместно стало название «Золотая линия». И в 2014 году была у нас выставка в Москве. Мы получили много наград. Все это в официальной группе есть, все фотографии есть. Много участников туда приезжали. Ну, я не приехала, потому что у нас школа была с ребенком. И ввели новую презентацию с актером, где пригласили три человека. И было введено такое понятие у нас, как партнерский фондрайзинг. То есть переделали. Всем миром сделали. Но упор был с 2014 года, чтобы люди оказывали благотворительную помощь, а уже потом рассказывали про доход. Вот очень многие у нас говорят, «Почему вы про доход сразу говорите, а про фонд это уже как бы дополнительно?» И у нас директор вот эту презентацию ввел, которая с актером на главной сайте. На главной сайте она есть. Знаете, что на главной сайте есть все презентации. Сейчас загрузится. Вот эту презентацию ввел. И я ему говорю, люди жаждут денег, и доллар подскочил в два раза, и у нас прекратились оказания помощи. Я ему говорила, что надо GoldLine, эту презентацию, как это работает, переделать под всем миром. Ну, два месяца мы подождали. То есть люди не спешили оказывать помощь детям. Акцент был на оказании помощи детям. Я говорю, каждый думает о своем кармане, и поэтому эту презентацию, как это работает, надо переделывать. Не GoldLine, хотя у меня до сих пор где-то на канале есть GoldLine, еще старая презентация. И ее переозвучили, и ввели через два месяца. И как только ее ввели, то есть директор прислушался к моему мнению. И у нас пошли оказания помощи уже потом в обычное русло. Поэтому вот эта самая топовая презентация, ее используйте везде. И ВКонтакте именно она должна быть у вас закреплена. Не какие-то там картинки, даже если у вас самые суперские видео ваши, закрепите видеопрезентацию. У меня тоже очень много видео своих, около двух тысяч. Но я закрепляю именно эту презентацию. И страница у меня продающего вида. Обязательно в соцсетях надо набирать друзей и записывать истории. Вот у меня 18 историй за сегодня, которые смотрят 7200 друзей, 6300 подписчиков. Набираю я их через Top Leaders. Вот у меня закрепленная запись. 53 тысячи просмотров уже этой записи. Когда меня спрашивают, как это работает, что за заработок, я всех отправляю. Никому я не рассказываю, я всех отправляю смотреть видео. Так, истории надо писать обязательно. Лена, еще продублируешь, потом в наш чат, как записывать истории. И Борис потом как истории в Фейсбуке писать, а Лена как истории ВКонтакте. Ну, там все одинаково. Вот они, истории. Если мы... Например, вот Лену смотрят. Ну, кто у нас здесь? Веронику Ситникову часто вижу. Сашу Макарова. А очень многие просто не пишут, этим пренебрегают. Вот Дмитрий Налюхин, Борис из нашей команды. Сегодня Аллу историю увидела. Вот Алла, вот Вероника. И их тоже смотрят. Но надо, чтобы у вас было много друзей. Сегодня посмотрели историю, завтра не обязательно по бизнесу. Разбавляйте их. Даже просто вышли на улицу, показали, что листья желтые, золотая осень. Или сфоткали, выставили. Или видео сняли, 12 секунд выставили. Все это привлекает на вашу страницу. Но страница должна быть продающего вида. То есть вот такой фотостатус у вас должен стоять. Ну, либо другой. Из базы знаний скачиваете эти все картинки. И закрепленная запись обязательно. Так, еще хотела рассказать про... А, вот в базе знаний надо скачать. Вам будет против финансовых пирамид видео. Здесь оно есть. Рекламные материалы, смотрите. 50 преимуществ обязательно надо скачать. Все картинки. И по 2-3 фотографии грузить. Ну, не каждый день. Например, свои фотки грузите. Кота своего, ребенка. Или как вы вышли, там, улыбаетесь. Погода хорошая, там, что вы съели. Ну, грузите, грузите, грузите. Их все равно смотрят. Потом, там, через 5 фотографий ваших раз кинули пост по бизнесу. Вот эти вот 50 преимуществ. Их надо скачать. Обязательно описывайте. У меня даже целый альбом есть в Одноклассниках, и в Фейсбуке, и ВКонтакте. Причины, почему люди выбирают проект «Семь мира». 50 картинок. Три простых шага. Эти серию картинок тоже надо скачать. Вот. Как их скачивать? Здесь все на видео есть. Видеопрезентации. Ну, фандрайзинг я рекомендую в заметках. Но закрепленная запись, именно как это работает. Вот. Самое-самое топовое. И я на нее плюнула в 13-м году. Именно она на меня подействовала. Ну, английский, итальянский, все это в основном в Фейсбуке смотрят. Потому что у нас там много иностранств в Фейсбуке. Дальше. По поводу баннеров. Скачайте себе рекламные баннеры. Их очень-очень много. Различные у нас размеры. В серфернер у нас идут баннеры вот такие вот размеры. 728 на 90. Вот сюда. В серфернер. Ну, либо пишите от руки. В основном на все буксы остальные идут вот такие вот баннеры чуть поменьше. И сейчас я вам покажу одну площадку. Надо давать, ну, помимо того, что вы вгрузите картинки, надо давать рекламу. Если у кого не так много денег, я нашла. Правда, я ей давно пользовалась. И сейчас, ну, как-то подзабыла, вчера опять начала пользоваться. Рубсёрт. Давно уже эта площадка работает. Я еще года два назад, наверное, в ней давала. Дешевая. Вообще-то там от трех рублей, наверное. Вот какие баннеры я дала. Сейчас покажу. Вот автосерфинг. Свою ссылку надо крутить, чтобы ее потом в поиске выдавали. И некоторые баннеры нельзя загрузить картинкой. Можно загрузить только ссылкой. Как это делать? Есть такой сайт в www.forgot.ru. Сейчас я вам его скину. Вот сюда, в брифинг. Баннеры. Ссылки на баннеры. Ссылки на изображение. Заходите сюда, выбираете фотографию. Заранее, вот у меня на рабочем столе, к примеру, баннер всем миром. Стащила я его из серфернера. Уменьшила в размерах. И нажимаю загрузить. Сейчас загрузится. И обязательно вот здесь жмете на треугольник и на 30 дней. Потому что, если не нажмете, он в течение 5 минут удалится. И у вас баннер где-то будет крутиться. То есть, при переходе по нему не будет переходить на сайт. Самое большее сайте через 30 дней. Ну, проверяйте, чтобы он в течение 30 дней. Ну, через 30 дней надо будет новое изображение выгрузить. Вот прямая ссылка на изображение. Скопировать код. Жмем ОК. И вот это ссылка на изображение. И когда вы... Так, сейчас... Баннеры... А, это управление. Уже сама подзабыла. А, вот реклама. Вот заголовок ссылки. Пишите. Ну, люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Здесь краткое описание. Урлу сайта. Это ваша уникальная ссылка. Либо реферальное количество кликов. А, это клики. Баннеры. Ссылка на баннер. Вот это изображение мы вставляем вот сюда. Которое мы скопировали. Вот. Вместо картинки. Вот здесь вставите свою ссылку. Уникальную. Либо лендинг. Либо реферальную. И здесь. Ну, вот за пять кликов рубль двадцать. Либо, например, посуточно. Вообще два рубля в сутки будет баннер где-то вот здесь вот крутиться. Да. Здесь очень много народу. Ну, 227 тысяч. Ну, не миллион. Но все равно, тем не менее, люди смотрят. Ссылку кину я вам. Вчера кидала и продублирую. После брифинга я вам ее кинул. Напомните, если в чат забуду кинуть. Так. А, про лендинг хочу рассказать. Лендинг дается на один месяц бесплатно. Что такое лендинг? Это ваша страница захвата. Косяка. 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 Ну, свой лендинг. Находится в разделе услуги. Лендинг пейдж. Вторая строка. Ваш активный лендинг пейдж уже есть. Он готовый, как только вы активируетесь. Сюда можно привязать уникальную ссылку. Вот можно привязать еще одну уникальную ссылку. То есть берете вашу уникальную ссылку и привязываете. Если мы перейдем по лендингу, у человека будет вся информация. Все, все, все. Вот он очень объемный. И человек изучает, как это работает, кому мы помогаем. Здесь есть все видеопрезентации на русском и на английском. Постепенно будут добавляться другие языки. Директор сказал, что будет 9 языков. Но потом еще больше. То есть лендинг будет совершенствоваться. Через месяц будет стоить он 24 доллара в год, либо полгода 12 долларов. Если у вас будет активный лендинг и ваш реферал купит лендинг, вы будете получать бонус от него 10%. Если помесячно будете покупать, будет дороже, будет 5 долларов. Вот здесь истории участников можно полистать, посмотреть, как это работает. Вот человек зашел на вашу страницу на лендинг-пейдж и читает, что за программа, сколько можно заработать и что нужно делать. Вот смотрит видео, у него не остается вопросов. Чем вы ему будете рассказывать полчаса, что такое программа всем миром, лучше отправляйте его на лендинг. Но личку, конечно, я не советую ссылки давать. Либо в WhatsApp, либо в Telegram, либо в Skype. Либо говорите, у меня в закрепленной записи. Перейдите по ссылке, все узнаете. Если у вас еще останутся вопросы, тогда уже спрашивайте. Я всех отправляю на лендинг. Вот пусть рассчитывают, сколько могут заработать. Вот курсор пусть двигает, если вы лично пригласили, например, двоих за год. И ваши партнеры по четыре пригласили. И вот сколько можно заработать. И так далее. Лендинг ведет под вас. Вот кому мы помогаем, начните зарабатывать. Все эти кнопки ведут на регистрацию. И так далее. У меня все готово. Борис, есть у тебя что добавить? Кстати, насчет методики. 1250 рублей стоит. Ленан и партнеры у нее сами покупают. Если хотите, пишите свои методики, если у вас уже богатый опыт. И методика моя. Кто покупает бизнес автомат, мы продаем со скидкой 1000 рублей. И если вы ее продаете, получаете 15% с первой продажи. 35% со второй из последующих продаж. У кого есть вопросы, включайте микрофончики, задавайте. Борис, у тебя есть что добавить? Может, ты сказать, что хочешь? Да нет, особо у меня добавить нечего. Я смотрю, после вчерашних моих истерик в скайпе, люди все-таки поменялись. И начали посты делать не только по бизнесу, которые изрядно надоели многим, но посты и обычные. Так, у кого микрофон включен? Кто говорит, ничего не понятно. Меня слышно? Да. Вот, ребята, я проводил целый вебинар. То есть я выдал столько информации. Ну, это, как бы, мы тоже проходим обучение. Я вот после этого обучения выдал вам. Чем больше информации о вас будет, тем лучше. Вот Ирина уже говорила, не нужно ставить посты постоянно по бизнесу. Людей это начинает раздражать. Вот, реально, бизнес-бизнес, заходишь на страницу, и там такое ощущение, что вы просто, ну, это даже не человек делает, а робот какой-то. Ну, роботы у нас делают посты. Ну, я понимаю, что роботы делают, у нас посты роботы делают, но они вставляют... ...важно быть живой, ваша отличная страница. Ребята, люди должны видеть, что вы живой человек, что вы такой же, как и все. То есть у вас есть две руки, две ноги, вы что-то кушаете, вы с кем-то общаетесь, вы, ну, что-то делаете. Потому что, когда они заходят, и там посты, например, вот те же самые причины, 50 причин, и они все у вас на странице, создается, что это просто робот туда нафигачил эти страницы, все. Картина. То есть пошли, да, пошли на улицу, вышли, там смартфон есть, аппарат есть, пошли, сфотографировали. Там, я не знаю, улицу, кота, собаку, я не знаю, ну, вплоть до того, вот, у Лены Стрелец я видел, она в Инстаграм начала сейчас вести как положено, и пошло у нее так все отлично. Я смотрю, и даже движение там пошло. То есть она выставляет свои фотографии и разбавляет эти фотографии постами по бизнесу. Я говорю, научитесь делать посты по бизнесу не каждый день. Ну, то есть можно каждый день, но надо разбавлять чем-то нейтральным. Человек за вами следит в основном. То есть люди должны, некоторые, видеть, что вы человек, что они, многие, вот поверьте, многие заходят на ваши страницы и следят, чем вы занимаетесь. Бизнесом завалены все соцсети, и вот вы сами это знаете. Вы заходите, и бизнес, 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 и в ленте один бизнес, 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 и получается все бизнесмены, но тем не менее, ну, мало кто может показать, что он там, например, заработал. Даже дело-то не в заработке. То есть здесь есть такие высказывания, я в чате читал, видел, мне нечего показывать, я только зарегистрировался, я пришел, там, ну, деньги зарабатывать, у меня пока этих денег нет. Ребята, вот пока вы не начнете делать то, что мы говорим вам, у вас денег и не будет. Не надо говорить, что заработал, тем более не надо врать. Да, самое главное, самое главное в бизнесе не надо врать. То есть если вы пришли в проект, например, некоторые какую ошибку делают, они начинают сразу деньгами этим махать перед камерой. Да, мы это можем сделать, потому что мы свои деньги заработали, и мы можем любому доходы свои показать. Вы, вот первоначально, кто зашел, если хотите деньгами махать, это, ну, вот, по крайней мере, некоторых людей раздражает, немногие под вас пойдут. Вы должны рассказать, вот, я уже писал в чате, зачем вы пришли в интернет-бизнес, что вы хотите добиться, чем замечательен проект, в котором вы работаете. А не деньгами махать. Деньгами я пачками тоже, вот, я могу махать перед всеми. Но люди в это не верят. Вот самое интересное, что несколько видео у меня есть с деньгами, и люди там могут писать, вот, банк приколов, там, еще что-то. А, ты негатив. Ну, больше, да, больше негатива мы собираем этим. И чтобы к себе привлечь внимание, вот, на данный момент надо разбавлять свою ленту в соцсетях какими-то обычными фотографиями. Да, есть фотографии мотивации, но с ними тоже не надо чистить так часто, как некоторые делают. То есть, я захожу в Инстаграм, я захожу в Фейсбук, а там просто страница мотивации. И эта мотивация больше отталкивает, чем притягивает к себе. Ну, есть мотивация, которая… мотивация к действию, а есть мотивация, которая отталкивает. Вот, можете даже обратить внимание к некоторым, заходите на страницу, в группу, у них там сплошная мотивация, и все, больше никакой информации. И ссылки ведут, и 3000 проектов у них на странице. Еще одно хочу сказать. Если вы ведете несколько проектов, не надо на одной странице это все делать. То есть, либо заведите другую страницу, либо зайдите себе группу. Группу создать ВКонтакте, либо публичную страницу в Фейсбуке, в том же самом, ну, не знаю, в Одноклассниках. Ну, в Одноклассниках банят, конечно, группы. Я как бы особо не советовал создавать такие частые. Ну, можно пойти на небольшую уловку, создать группу, ну, были такие советы. Создайте группу для садоводов, и там посаду-огороду сначала постите, и один пост можно пропустить по бизнесу. Но конкретно вы не пишите, чем вы занимаетесь. Тем более, ссылками надо быть аккуратнее. То есть, ссылку одну закрепили наверху, и все. Все остальное вы можете, ну, посты чередовать. То есть, у меня вот страница полностью, если вы были на моей странице, в основном я делаю репосты из Ютуба. То есть, я даю людям видео. С этого видео у нас люди идут. И люди идут хорошо. Кто не записывает видео, вы очень много теряете. То есть, даже, пускай это видео будет по проекту всем миром, но, с другой стороны, человек, когда зайдет, он посмотрит, и если его заинтересует это видео, он к вам придет быстрее, чем вы, там, сто, двести, там, миллион мотивирующих картинок поставите. И человек быстрее придет, если вы свою фотку выставите. Вот Елена Стрелец, у нее вообще там все в шоколаде. Она очень отличные, там, фотки выкладывает. У нее и результат. У нее и результат. То есть, некоторые в чате меня прислушались, нас с Ириной прислушались, некоторые делают по-своему. У них банят страницы, у них, я вот тоже вижу у некоторых, они робота своего запустили, времени у нас нет. У вас нет времени 5-7 фотографий в день сделать? Никогда не поверю. Никогда не поверю, что у вас 5-7, на 5-7 фотографий нету времени. То есть, я уже описывал, то есть, если кто-то с утра работает, вышли, пошли на работу, увидели какой-то интересный кадр, сфотографировали. На обеде сидите, там, на работе где-то, там, или какое-нибудь красивое место, там, выбрали, себя, там, сфотографировали, попросили, чтобы вас друг сфотографировал, с другом сфотографировались. Вот с этого люди потом пойдут. Вот с этого. С мариным интернетом вообще сейчас нет проблем. Я захожу в Евросеть или там в любой магазин, хотела дочке выбрать карту, сим-карту без интернета. Проблема. Тут все с интернетом безлимитным уже, в основном все, поэтому, там, 300-400 рублей в месяц на мобильный интернет. Да есть и дешевле. Можно со смартфона грузить все. 80% работы можно делать со смартфона. Есть дешевле сим-карты с нормальными тарифами, и за 150 можно найти. Потому что со смартфона, если вы не будете, например, смотреть видео круглосуточно, можно за 100-150 рублей найти с каким-то лимитированным интернетом, и вам его за глаза хватит. Хотела сказать про новости. Скоро единый кошелек у нас будут убирать, потому что очень много жалоб, хотя мы им пользуемся уже 4 года. И, ну, не знаю, как оно будет, но будет лучше. Вот новости. Сейчас демонстрацию экрана включу. Скачайте себе WhatsApp, если у вас его нет. Скачайте себе Telegram. Вот я кинула сюда, установить Telegram на компьютер на русском языке, и на ваш смартфон. Посмотрите, как это делается. И если какую-то новость выставляют в официальной группе, я ее всегда скидываю в чат. В чате более 30, под 40 участников у нас. Работают не все в чат, редко кто заглядывает. Работать наскоками – это не работа. В бизнесе выходных вообще нет. Первые 3 года фигачить без выходных. Вот как хотите. Если вы ставите большие цели, не так подзаработать тысяч 5-6, а несколько тысяч долларов в месяц иметь, то фигачить надо, извините, 3 года без выходных. На час, на полтора, на два заходите из 24 часов в сутки и работаете. Либо вообще не начинайте. Вот я когда скидываю в чат новости, зашли, сделали репост, написали комментарий. Всего 8 комментариев. У нас на брифинге сейчас присутствует 16 человек. В чате все. Почему у нас только 8 комментариев и 25 репостов, и то там половина, вот сам комиссаров делится, и даже из чужих структур делится. Где наши репосты? Почему такое отношение? Вот Лариса сделала, я, Лена Стрелестаня, Ворошилов, Борис, Нина. Все, вот все наши. Только наша команда работает, остальные не работают. И почему всего 8? Отсюда к вам присматриваются, зайдут на страницу, посмотрят, какая закрепленная запись. За этой группой тоже наблюдают 16 тысяч участников. Из этой группы ко мне очень много людей пришли и стали в личку писать, и потом смотреть мои видео. Поэтому загрузите Телеграм. Директор тоже понятия не имел, что такое Телеграм, но это сейчас самый популярный мессенджер. Теперь мы с ним общаемся в Телеграме, и в чате там, в Телеграме больше людей, чем сейчас у нас в Скайпе, в официальном чате. И он скидывает туда новости, и я уже скидываю новости вам в чат. Зашли, поделились. Следующая запись. Зашли, поделились. Всего 16 комментариев. Очень плохо, очень мало. Вообще два комментария. Это просто безобразие. Прислушивайтесь то, что вам говорят. Опять 8 комментариев. Пишут одни и те же, и все. Ну просто смайлики я не рекомендую, но придумайте что-нибудь от себя. И смотрите еще одно. Вот буквально перед брифингом со мной связался человек по WhatsApp и спрашивает про проект «Всем миром». То есть, если кто-то игнорит вот эти методы Телеграм, WhatsApp, оставлять у себя под записью. Вот я вот на данный момент думаю, хорошо, что я начал вот такое движение. То есть, я пишу, если вам удобно связаться со мной по WhatsApp, пишите WhatsApp, там, Телеграм мой, ну и все остальное. Не надо вот это игнорировать. И у кого, я думаю, у многих, вот кто здесь присутствует, у многих есть смартфоны. Установите туда WhatsApp, установите туда Телеграм, вот эти мессенджеры. Они много трафика не едят, если вы беспокоитесь за интернет. Трафик они не съедают практически. И люди будут связываться с вами либо через Телеграм. В Телеграме сейчас тоже можно позвонить друг другу. То есть, так же, как в WhatsApp. То есть, общаться голосом можно с людьми. Так же, как в Skype, в WhatsApp можно общаться, в Телеграме можно общаться, между друг другом перезваниваться, если что-то непонятно. Вот нужно это продвигать. Пишите там в закрепленной записи. Если, вот смотрите, эта ситуация относится именно, я думаю, к одноклассникам, потому что они так очень нехорошо относятся к ссылкам. То есть, вы зашли, оформили страницу, закрепили запись. И если вы не хотите ссылку там оставлять, оставьте свои контактные данные на WhatsApp, на Телеграм. Ну, кто-то на Вибере сидит, можете на Вибере оставить. И Skype. То есть, выбираете там две каких-то связи, например, со мной можно связаться там в любое время. Мой WhatsApp, номер телефона и мой там Skype такой-то. И по WhatsApp с вами быстрее свяжутся, потому что более там, ну, многие, я вот езжу, иногда в общественном транспорте, все сидят в соцсетях, все сидят в мессенджерах. И все, все они это видят. Иностранцы в WhatsApp. Ну, в Facebook не оставляй свой WhatsApp. Иностранцы в основном оттуда идут. А так вот под видео... Насчет иностранцев. Иностранцы люди такие. То есть, иностранцы у нас любят общение. Как-то было такое, мне до сих пор один пишет, он за... у него проблема какая-то с регистрацией была. Он подо мной зарегистрировался, я ему скидывал видео, как зарегистрироваться. Он до сих пор регистрируется. Ну, видимо, просто хотел пообщаться. И я могу сказать еще одно, что у нас вот Сергей Воронцов, он работает только по Facebook. И у него большинство, там процентов, наверное, 80, если я не ошибаюсь, это иностранный контент. То есть, это иностранцы. Если никто не знает. И выключай микрофон. Сергей Воронцов у нас глухонемой. Если кто-то не знает, у нас работает человек, который не слышит и не разговаривает. И вот отмаз такой, у меня нет времени, я не умею общаться, я не умею приглашать. Вот этот человек, по-моему, показатель для многих. Кто вошел в проект и вышел из проекта, там кто-то... В 2014 году он работает со мной в команде. Спрашивают у меня, ну только вырубите бабло, покажите, кто зарабатывает у вас. Вот, пожалуйста, все топы откройте. Юлия Бирюкова, это его жены-мама. То есть, он в проекте, его мама, его жена и жены-мама. Четыре человека в проекте. Вот он работает по ссылке Юлии Бирюковой. Откройте топы все и посмотрите. Он всегда в топе несколько лет. Ну, давайте на этом, на этой ноте... Вопросы давайте есть. Вопросы давайте. Включайте микрофон, а у кого есть вопросы, задавайте. Новички. У нас новички. Вот Татьяна Шушакова, новичок. Айна Гуль может задаст вопросы. И Катерина. Айжан. Включайте микрофон. Алексей. Ирина, вот спрашивают, какие доказательства 50% идет напомнить больным людям? Какие документы? Заходите. Сейчас я покажу вам демонстрацию экрана, чтобы вы знали. Во-первых, у нас есть группа. И здесь можно задать любой вопрос. Сейчас. Вот, пожелания, предложения, идеи, ответы на ваши вопросы. Сюда можно задать, связаться с руководством. Это раз. Во-вторых, вот здесь внизу, холлворд нажимаете. Все отчеты, начиная с 2014 года, вот. Отчеты, доказательства. Все дети. Кому какая операция сделана. Сколько ушло в фонд и от кого все отчеты, из какой страны, из какого города. Вот. Один, два, три, следующую нажимаете. Главное. Вот о нас вы можете связаться с руководством компании, Алексей Суменков. Вот годовые отчеты 15-го года, 16-го, 12-го, 13-го. Об администрации фонда, попечительский совет, реквизиты, контакты, учредительные документы. Все здесь есть. Мы с нашей командой время от времени тоже оказываем помощь, когда появляется новый ребенок. И руководству компании вы можете в Телеграм написать, либо вот сюда, вот в официальную группу, ответы на ваши вопросы. Александр Комиссаров, сейчас я вам его покажу. Это директор нашего проекта. Работаю я с ним с 2013-го года, уже пятый год, в хороших отношениях, в рабочих. Нормальный мужчина, адекватный. Можете задать все вопросы. Ну, не в личку, можете в официальную группу писать. Понятно, спасибо. Так что всех интересующихся отправляйте вот туда, либо в группу, либо на сайт. Еще какие вопросы? Еще хотелось бы узнать, как нормальная страничка в одноклассниках. Здесь, где я. Ай, может, я вам туда? Сейчас, Айжан. Восемь. Айжан, что страничка в одноклассниках? Оформить страничку в одноклассниках и в фейсбуке. Потом, действительно, вот сейчас Татьяна пишет, а что если начнут звонить иностранцы? Они, знаете, как мешают? Я не знаю, что постоянно я только в этот фейсбук зайду, у меня начинают видеозвонки присылать. Смотри, что делать надо. Отключаешь мессенджер. Да, там присылают свои мужские достоинства. Все это мы проходили. Включи, включи экран. Прошу прощения, сейчас демонстрация экрана. Отключаешь мессенджер. Вот, у меня чат выключен. Вот, видишь, внизу. Здесь написано «выключить чат и не принимать звонки». То есть я захожу и спокойно работаю, потому что меня тоже очень доставали. А если мне что-то надо почитать, если, ну, тут вдруг кто-то интересуется, то я читаю. Так у меня чат выключен, и никто меня не достает. А на смартфон у меня мессенджер не загружен. То есть у меня фейсбук загружен, а сам мессенджер нет, потому что туда названивают. Это просто ужас какой-то. Оформление страницы «Ты купила методику», там в фейсбук «Одноклассники» есть. Вот моя страница. Друзей, у меня пять тысяч. Фотоальбомы я делаю. Стоит фотка, стоит у меня обложка. Загружаю я сюда видео. Есть у меня публичные страницы. Как их делать тоже, это рассказано в методике. Ну, смотрите, на фейсбуке, на основной странице вы не сможете закрепить запись. Нужно создавать либо публичную страницу, либо группу. Вот страница, здесь можно закрепить запись. Кто выгрузит? Ну, также вы ее вставляете здесь. Либо вот видео можно сейчас небольшое ставить, либо фотографию. Вот пишите какой-нибудь пост, но лучше, конечно, закрепить видеопрезентацию. Вот публикации. Вот видите, у меня прикрепленная публикация. Жмете эти три точки, и здесь написано «Прикрепить вверху». Вот «Отменить прикрепление наверху страницы». У вас будет написано «Применить прикрепление наверху страницы». Люди, которые заходят сюда на страницу, видят, вот охват 56 человек уже посмотрели. Кто-то ставит нравится, кто-то делится. То есть я вижу, что люди видели, 56 человек. И тот, кто вам поставил «Нравится», автоматом уже подтвердился. То есть нравится 144 людям. Почему так мало? Потому что у меня была публичка, и страницу мою заблокировали. Там уже больше тысяч подписчиков было, а это пришлось создавать новую. И лучше, конечно, делать, чтобы, например, страницу заблокировали, а публичка, чтобы осталась. Заходите в «Настройки» и делаете, например, у вас несколько страниц. Ну, у меня там еще штук 5 фейков. И делаете модератором. К роли страницы выбираете. Все это будет в записи. Если сейчас не запомните, будете смотреть в записи. Борис, ты записываешь? Да, записываю. Жмете здесь «Администратор» и вводите имя. Вот я Бориса сделала, модератор. Вы можете свои другие страницы сделать. То есть администратором. И добавляете. Вас запросят пароль от вашей страницы. Вводите. То есть эта страница уже никуда не потеряется. То же самое и в группе делаете. И группу свою ведете. Например, не надо делать пост в группе, пост еще где-то, пост на публичке. Вы просто делитесь. Вот поделиться на странице, поделиться в группе и одним махом убиваете двух зайцев. Вот поделиться на странице. Вот у меня три страницы. Вот Ирина Агапова. Опубликовать. Но ссылка будет единственная после фотографии внизу. Так, она вверху, а когда делитесь, будет внизу. Или поделиться в группе. Нажимаете «Поделиться». Нажимаете в группе. И вводите название группы. У меня там написано «Проект всем миром». Чуть подвисает. Ждете. Вот «Проект всем миром». Опубликовать. И все. В группе уже оно… Этот пост уже будет опубликован. По одноклассникам сейчас тоже останавливаться не будем, потому что время уже мы час общаемся. У кого есть методика, кто покупал там, как оформить одноклассники, все это есть. Единственное, не советую вам ставить в заметках ссылки, только в статус и все. Потому что одноклассники неадекватные люди, стоит вот у вас фотостатус, чтобы увидеть, как выглядит страница другим, как видят ее другие, нажимаете на свое имя и фамилию. И не надо писать заработок в интернете, пишите свое имя и фамилию и ставьте свою реальную фотку. Вот так видят люди со стороны. Вот у меня стоит фотостатус, то есть личные фотографии вы крепите, добавляете 4 картинки и все. Личные фотки больше ничего не грузите, потому что статус будет смещаться, у вас тут будет абра-кадабра. Да, еще… Фотки грузить, лучше создавайте фотоальбомы, грузите туда личные фотографии, там, мотивация, еще что-то, там, 50 причин. И здесь ставите статус и больше его не трогаете. Вот у меня мое видео, как это работает, мой лендинг, и вот 1800 человек уже посмотрели. Да, по видеопрезентации в одноклассниках у некоторых не крепится. Рекомендую сделать как, я по крайней мере так сделал, я перезалил к себе на канал YouTube видео и сделал другое название, абсолютно другое. И эта ссылка уже крепится без проблем и не слетает в фотостатус. То есть не фотостатус, а презентация проекта, как это работает, она уже не слетает. То есть если ссылка идет другая, название другое, одноклассники их уже не распознают. Илья Дорофеев не слышит, мне что-то только пишет. Какие еще вопросы у кого? У Катерины, может, у Айнагуль, у Алексея, Айжан, Татьяна Шушакова. Вы новенькие, какие у вас вопросы? Илья Дорофеев, а вот если бизнес-место купишь одно место, партнерки ходят уже оплочены? Нет, нет, регистрация будет только. С ним надо связываться, отписываться. У кого нет текста, так отписываться. Сейчас я кину сюда, к нам, в этот чат. Ну, много всякой информации, всего-всего, много. Поэтому мы иногда проводим брифинги и не больше часа, потому что один брифинг у нас вообще растянулся на два часа, мы утомили людей. Лучше почаще, раз в неделю, например. Ну, я и сразу сказала, готовьте вопросы. Сейчас я скину. Пока вот такой текст. И говорите людям про розыгрыш смартфона, для тех, кто не знает. До 31 октября мы проводим розыгрыш смартфона. Если под вами будет один оплаченный, вы и ваш оплаченный реферал уже будет участником розыгрыша. Но если вы лично подо мной, вот, например, Татьяна Шушакова, вы подо мной оказали помощь, вы уже участница розыгрыша, и зайдите в группу, я вам ее кидала, сделайте репост, закрепите со своей реферальной ссылкой этот репост. Если, ну, не поняли, то мне позвоните тогда. Хорошо, спасибо. Айнагуль, у вас есть вопросы? У Айнагуль фотографии даже в скайпе нет. Уже недели две в проекте. Не хочет говорить Екатерина. Ну, у вас сильный спонсор. Елена отвечает, наверное, на все вопросы. Татьяна, есть вопросы у вас? Задавайте. Алексей, какие у вас вопросы? Алексей Радчев. Алло. Есть вопрос. Задавайте. Буду разобраться даже вот в этом. Ну, короче, я в компьютере не могу разобраться, а в фейсбуке, и как-то надо мне вот напрямую, чтобы кто-то со мной с часик позанимался. Ну, это будет уже платно. Хорошо. Потому что, я же говорю, по два, по три часа с людьми сидела, а потом в итоге получалось, что они забрасывали проект, уходили в другие проекты, а мне было жалко свое потраченное время. Поэтому я создала методику, если вы совсем-совсем чайник, то уроки для чайников, ну, все это будет платно уже. А сколько это платно? У меня 15 рублей минута стоит. Хорошо. Оформление страниц – проблема, Айжан пишет. Так а в чем проблема оформления страниц? Айжан, у тебя микрофона нет? Не отключилось уже. А, нет, не отключилось. Завтра опять сядут. Айжан, у тебя же микрофон есть, говори. Или не можешь? Загрузить фотографии? Нет, только что вы меня ответили, завтра опять сяду оформлять страницы, но вот мессенджер попробую отключить, сейчас-то я не могу параллельно все это делать. И в одноклассниках боюсь лишнее что-то движение делать, у меня вообще там не получается ничего грузить. Почему? Попробую. Ну, вчера мне... Не грузится или что? Елена говорила, что надо презентацию менять там живую как-то делать. Все, где надо заниматься, времени... Это вконтакте живую, это файлом значит загрузить, чтобы она двигалась. Со смартфона, то есть с ютуба скачиваешь себе на компьютер и файлом грузишь уже вконтакт. Ну, я и так с компьютера же грузу. Ну, файл грузишь вконтакте, грузить надо файлом. Нет, не вконтакте, в этом... Вконтакте, как живая там не получится. Почему получится? Оживленная презентация со своим лицом, это видео, вот как у меня, например, я рассказываю там, здравствуйте, я участница проекта всем миром, но это в видеоредакторе надо делать. Потом вы вставляете свою презентацию после этого, и после видеопрезентации говорите уже, если вас что-то заинтересовало, мои контактные данные будут под видео, мы с вами свяжемся. Вот Лена пишет, про оживленную презентацию со своим лицом. Это видео отдельно. Да, да, я просто презентацию в одноклассниках не принимаю. А? Чего? И просто презентацию в одноклассниках не принимаю. Ну, я уже об этом говорил. Берете этот файл, закачиваете на канал YouTube, называете ее чуть-чуть по-другому. Например, я здесь зарабатываю деньги, помогая людям. Ну, вот примерно такой текст, ее надо назвать как-то. Под описанием ставить тот же самый текст и ссылку. И вот этот файл, вот этот файл, им надо поделиться в одноклассниках. Тогда одноклассники без проблем его примут, эту презентацию. Вы пытаетесь, наверное, загрузить либо прямым файлом, либо с официального канала. Вот эта презентация не проходит. То есть, эта вот проблема пошла. То есть, одну и ту же ссылку много человек загрузили, и роботы ее просто не пропускают. Вот, смотрите, сейчас кидаю видео к нам в этот брифинг-чат, как поставить видео в статус в одноклассниках. Вот, посмотрите. Потому что мы со своим рефералом ставили, и я это все записала и на канал залила. Вот, канал YouTube обязательно нужно вести. То есть, если вы на данный момент не можете записывать видео, например, вы скачиваете видео с базы знаний, вот где Ирина сегодня показывала, потом запись пересмотрите, там есть, по крайней мере, 9 видео. Или сколько там, там больше видео. И они на 9 языках. Это уже какое-то количество. Это уже какое-то количество, но не грузите сразу все. То есть, загружайте по 2-3 видео хотя бы в неделю, если у вас молодой канал, только вы его создали, чтобы вас не забанили. То есть, вот в своих видеоуроках, там, уроки по YouTube от Брис Киндера, я это все рассказывал и показывал. То есть, не раз уже рассказывал, как оптимизировать канал, как ссылки в шапку канала поставить. Ну, все подробно я рассказывал там. То есть, вас никто на данный момент не заставляет это делать все одним днем. Одним днем это не делается. То есть, если вы постепенно… Вот я уже рассказывал, и видео вы мои смотрели. Елена Стрелец видео записывала. Заведите себе тетрадку, большую, толстую, там, амбарную книгу какую-то. И пишите себе на следующий день цели. Я понимаю, что спланировать у всех семьи, у всех там дела какие-то, кто-то на работе. Но вот какие-то дела… Вот на проект не нужно тратить целый день. Тут я слышал, вы сидите за компьютером целый день. Я не сижу за компьютером целый день. Я не сижу. Вот. У нас для этого есть роботы. То есть, я отслеживаю чат, если я вам отвечаю иногда в чате, у меня смартфон всегда с собой. Что я хочу сказать? Заведите себе тетрадь и пишите там вот цель. Завтра мне нужно загрузить видеопрезентацию, как это работает, на канал YouTube. А это у вас займет максимум 5 минут. То есть, взять файл, скачать, ну, зависит, конечно, от скорости интернета. Но, тем не менее, скачать этот файл и загрузить на канал YouTube, название поставить, поставить описание и несколько хэштегов. То есть, вот это именно занимает, вот эта вся операция занимает. Сама загрузка, я не знаю, сколько будет, но оформление это у вас займет не более 5 минут. Но, на следующий, то есть, если у вас время осталось, вот выделите себе там от 40 до полутора часов. Не надо в компьютере сидеть круглосуточно. Вот этого не нужно делать. Я почему говорю, что нужно завести мессенджеры, чтобы люди с вами связывались. Потому что люди сначала смотрят, наблюдают, а потом только связываются. Если вы только пришли в проект, если вы только что, пришли там неделю назад, месяц назад, я все это прекрасно понимаю. Я просто прошу делать одно. Но, чтобы раскрутить свою страницу, не надо ее закидывать именно видео и поставить по бизнесу. Начинайте ее наполнять своими фотографиями хотя бы, по чуть-чуть. Не можете там 5-7 фотографий в день делать. Делайте 2-3 и потихонечку, потихонечку вы свою страницу наполняете. То есть 2-3 фотографии загрузили, свои там кошку, собаку, природу, машину, соседа. 2-3 фотографии. Одну можно по бизнесу вставить. Или по бизнесу вообще желательно, конечно, вставлять не так часто. Но вот как все рекомендуют, по бизнесу нужно вставлять вообще 2-3 раза в неделю. То есть вы зашли, там страницу оформили, в закрепленной записи оставили свой текст и презентацию. А дальше идет все само собой. Фоточка, 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 там чашка кофе, тарелка супа. Сын любимый там в лужу залез, там или дочка любимая там чашку разбила. 4-й пост можно по бизнесу. Но не честите, не надо забивать. Я уже опять повторяться начал, заканчивать надо. Не нужно скачивать страницы мотивацией и заваливать все мотивацией. То есть все должно быть меру. Увидели какую-то интересную страницу? Я вот как смотрю, как раскручивают, трафик нагоняют. Я захожу, например, в Одноклассники, либо я захожу в ВКонтакт, вижу какую-то интересную картинку, на которой много лайков, много классов. Я ее скачиваю и закачиваю себе. И она не обязательно должна быть по бизнесу. Даже если там какой-то анекдот написан интересный, который вам интересен именно. И под ним стоит там тысячу классов, он вам больше трафика приведет, чем вы будете каждый раз посты делать по бизнесу. И вот это надо... Оформлено обязательно. И вот это надо как-то применять. Если вы... Лидер советую подключить. 2000 целевой аудитории вам обеспечено на пакете VIP за 10 долларов в месяц. И еще одно правило. Если вы только зашли в социальные сети, создали какую-то страницу в социальной сети, первые две недели особо не активничайте там. Вот желательно даже, когда вы завели страницу, это одноклассников касается, это также касается каким-то образом ВК, вот там желательно сначала эту страничку просто наполнить какой-то информацией, то есть своими даже фотографиями. И только недели через две, через три, и он начинает вот подключать именно по бизнесу там делать посты. Давайте заканчивать. У кого-то еще есть какие-то вопросы? Ребятки. Вопросов нет? Если вопросов нет, мы будем заканчивать. Эту запись можно будет скачать себе, залить на YouTube, поставить свою ссылку, написать, что вот так мы работаем с командой, рассматриваем вопросы, помогаем и так далее. Давайте где-то через неделю, может дней через 10 проведем еще один брифинг, может у нас еще новички будут, да я уверена, что будут. Рассказывайте людям про розыгрыш, потому что человек пять от силы сняли видео и рассказали про розыгрыш. Это очень маленький показатель, неужели вам не нужны партнеры в вашу команду? Скажите, что от лидеров проекта есть уже второй такой розыгрыш, покажите группу, поставьте свои ссылки, закрепите. И если под вами кто-то оплатит, вы и этот участник будет уже являться участником розыгрыша. Вот Лена, если наберет пять благотворителей, уже бонус наставника лично отменяет Бориса, получит две тысячи. Будет десять человек, пять тысяч получит. Неужели плохо? Чем вам не мотивация? Ну, все молчат, давайте тогда заканчивать. Все, отключаемся тогда. Все, всем пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!